Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня коротенькое видео, такое опять у нас рубрика на связи. Ответ на вопрос от Андрея Ефименко. Такой комментарий. Здравствуйте, смотрю ваш канал и учусь готовить. Спасибо вам большое за понятное и доступное изложение темы. Спасибо, Андрей, для этого и, собственно, делаю. Для меня стоит цель научиться готовить и, как результат, составить свой рацион питания. То есть, иметь несколько вариантов завтрака, обеда и ужина. Что можете посоветовать по этому поводу? Ну, тут, да, как бы вот абсолютно правильный путь научиться готовить и иметь рацион питания, состоящий из большого разнообразного количества блюд. Вот. Тут такой вопрос, да, как это сделать? Вот, научиться готовить. По факту... Отложу я телефон, да. По факту умение готовить – это не умение посмотреть рецепт, повторить и получить блюдо. Это как раз умение готовить по рецепту просто тупо, да? Вот. Умение готовить – это умение человека создать еду, создать блюдо из того, что он имеет в данный момент. Хоть из двух ингредиентов, да, хоть там и тоже простейшее блюдо – картофельное пюре. Кстати, вот я очень часто слышал, что многие повара, они любят готовить картофельное пюре. Почему? Потому что, да, блюдо, состоящее там просто из вот из одной картошки, ты попробуй сделать его так, чтобы это кого-то удивило еще. Вот это, то есть вот не с помощью там каких-то удивительных и вкусных продуктов, набора, а вот с учетом одного. Так и здесь. Есть даже, по-моему, у Ивлева какая-то передача, там что-то, то ли на ножах, то ли адская кухня, где очередное там задание какое-то, у них стенд с продуктами, там свисток, они все бегут, ну, участники, да, вот соревнований этих, набирают, кто что себе взял, кто что успел, продукты, и вот из этого ему надо приготовить там сколько-то вариантов блюда. Вот это вот умение. Вот. Этому мы и учимся, этому я и хочу, чтобы вы вот осваивали умение готовить, понимание продуктов. Как это сделать? Ну как, вот осваивать продукты, осваивать методы их обработки, что можно, а вот картошку, что можно сварить, пожарить, сделать на пару, сделать в духовке, можно взять пюре, сварить пюре, да, можно свареное пюре пожарить, а можно запечь, кстати, а можно взять пожарить картошку, жареную картошку и пробить ее в пюре. Это уже совершенно другой будет, другая штука, другой вкус. Вот это вот. И ваша, да, то есть расширять свой кругозор продуктовый, расширять кругозор по методам обработки продуктов, по методам тепловой, механической обработки. И когда, чем у вас вот этого всего больше, тем вам проще из того, что есть, приготовить интересную штуку, интересное блюдо, вкусную еду. И именно это и открывает вам широкий спектр вашего рациона. У человека многие же зашорены, многие у нас же как готовят. Вот там приходишь, а вот вы что вот едите? Ну вот мы любим борщ, у нас очень часто борщи. То есть есть какой-то некий такой стандартный набор блюд. Это там 2-3 супа, 2-3 вторых, да, что-то, и там парочку вариантов завтрака. И люди как-то вот понаработанные, понакатанные идут и все. Или там праздничный новогодний, с того кого-то спрашиваешь, ну что у тебя, ну как всегда, там оливье, шуба, там какая-нибудь мимоза, там все это вот, тыр-пыр, вот 5 блюд. А на тот год что-то готовил, да то же самое, а что нам нравится. А на и так же и буду, вот видите. А можно, да, на каждый праздник готовить совершенно разные блюда, варианты. И причем для этого не надо тратить больше денег, больше времени, еще чего-то. Просто вот расширенный кругозор продуктовый, умение приготовить, умение. Если вы хотите иметь, вот как я тоже часто делаю, если вы хотите иметь широкое меню, это и не тратить на это большое количество времени, хорошо помогут заготовки. Вот у меня, например, в морозильнике всегда лежит там парочку замороженных бульонов, я всегда ем разные супы, да, то есть помимо какой-то классики, там щи, борщи, куриный, гороховый, там да, еще что-то, я всегда, и почему я имею всегда разные? Во-первых, у меня на это время много не затрачивается, да, то есть если я буду без конца себе готовить завтраки, обеды, ужины разнообразные, то мне некогда будет там для вас снимать обучающие видео. Поэтому я, например, беру один раз, готовлю себе вот один день, да, я готовлю 3 литра борща, 3 литра там горохового супа, 3 литра какого-нибудь супа, придумаю что-то новое, какой-нибудь овощной там и так далее. Я и дальше их остудил, заморозил, у меня лежит в морозилке 10, там 15-20 супов порционных, как вот вы в магазине приходите, покупаете порцию, вот так и у меня. И вторые блюда. Хочешь там котлету с пюре, хочешь там что-то, хочешь то, сё, ну, не важно, что приготовлю. То есть я трачу там 4 часа, у меня 10 литров супа, 3 варианта, у меня там 20 штук вторых и так далее. Это всё в вакуум и в заморозку. Мне надо пообедать, я быстренько раз, разогрел, всё готово, съел. Вот, и у меня всегда есть из чего выбрать, там 1, 2, 3 варианта, можно так. Вот, использование заготовок просто ускорит для вас процесс. Многие же готовят всегда по старинке, по накатанной, по ещё побыстрее, потому что нет времени у нас, нам надо работать, дети, там, я не знаю, что угодно. Вот. Вот. И тот же замороженный бульон основа для супа, основа там для чего-то ещё. Если он всегда у вас есть в морозилке, вот вы уже не тратите час-полтора времени, вы его достали, бросили в кастрюлю, всё, включили нагрев. Пока он разморозится и превратится в жидкость, вы уже чуть-чуть-чуть-чуть там настрогали, нарубили из того, что есть, опять же, хоп, полчаса готов суп. Хотите такой, завтра секой, только вынимаете из морозилки, и всё. Смотреть в будущее. У меня в заморозке морковка почищенная, то есть кончилась морковка, она мне нужна, я ее достану из морозилки. И вот эта вот такая база заготовочная, она дает быстроту приготовления и возможность готовить широкий набор, опять же, блюд. И Андрей, надеюсь, ответил на вопрос, но он такой у вас, да, получается, как бы и вопросы, и ответы. Вот вы задали верное направление, что вот хочу научиться готовить, и для того, чтобы расширять свой ассортимент. Да, именно так и будет, именно так. Возьмем там тот же завтрак, но завтрак, это такое очень, да, как правило, это надо быстро поесть и поехать на работу. Ну, сюда творожок, яичницу, чего? А яичницы, яичницы из яиц возьмем, да, завтрак из яиц, можно там штук 10, наверное, 20 придумать блюд и яичниц. Вот, это и омлет, там, пару видов, яичница, пару видов, яичница с тем, яичница с тем, яичница с тем, яйца так, яйца сяк, там, что будет, блинчики из яиц, я не знаю, там, оладьи, сырники, творог, йогурт, там, йогурт с вареньем, каша, 5-6 вариантов. Вот уже. И причем на это, на все вы тоже будете тратить время, немного. Понятно, что самый простой завтрак, открыть пурожок, съесть и поехать. Ну, и так тоже можно, почему нет? Но только, да, и так, а потом вот так, а потом вот всяко, а не так, что все время. Поэтому вот, да, да. Друзья, больше, так сказать, не буду задерживать, уже вижу, девятая минута пошла, тут, в принципе, все понятно. А сейчас, наверное, сегодня прям закуплю там курицу, не знаю, может, штук 5-10, наверное, не буду покупать, мне не нужно просто такое количество. Разделаем курицу, там, один-два вида разделки покажу, покажу много интересных таких преимуществ, как можно с курицей сделать, зачем это вообще нужно, что вам это дает и так далее. Сегодня буду снимать, не знаю, сегодня выложу, нет, но завтра, наверное, точно будет. Пока.